Давайте примиритесь Богом в помощи Иисуса Христа. Это единственный шанс на спасение. Он может простить ваши грехи, но не поможете с Богом всем сердцем, потому что, если вы просто верите, а продолжается жизнь на веренном корехе, это путь в ад. И это правда. Подсчитайте Евангелие. Иисус Христос говорил, что не всякий, говорящий ему Господь и Господи, войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца Его Небесного. Мы говорим, что многие ему придут, и не очень трудно, и скажут, и от твоего имени его пророчества. Мы твоим именем бесов разгоняли, мы твоим именем многих чудеса творили. И тогда он ответит, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающий, законишь. Вы должны понять, что произвольный грех ведет к нам. Нужно избавиться от произвольных грехов. В произвольном грехе, это когда ты знаешь, что ты решишь, и, несмотря на это, продолжаем решиться. Это очень важно, что, когда я сейчас говорю, это самое важное, потому что от этой жизни зависит вечность, где мы ее проведем. Я один из тех людей, которые бережут лееческую смерть тела. Я могу сказать, что я в то время был православным. Я жил, я ходил в церковь, я был верующим, но я жил в реках. Я хотел только пути в лад. Я летел в абсолютной тени, и слышал от родительных голос, давая его сюда ко мне. Дальше я видел свет, и образ человека в свете. Дальше то, что я думал, но от граждан было слышно. Я хотел войти в свет, но я не мог. Я верю, что Иисус Христос придал второй шанс, чтобы вы покаялись, чтобы прийти к нему по-настоящему. И в какой-то день, к сожалению, идет в ад, потому что многие отвергают и в ад были. И многие, даже кто верит, они не приходят ко Христу и продолжают в намеренных грехах. И поэтому большинство, к сожалению, идет в ад. Я вас тут вышел предупредить, что вы пришли ко Христу, раскаялись. Я вам не проповедую в какую-то религию, димунацию. Я вас зову чисто ко Христу, и не зову такую организацию в Церкви. И это реальность, потому что после того, как вы умрете, вам уже будет не сложно, если вы, например, будете вспоминать, что только когда вас кто-то предупреждал, или вы слышали в Амбели, и отвергали его столько раз. Потому что если кто-то не хочет, чтобы в дерево попал, он посылает людей, и также вот чувствует, что меня посылает в Поповеду, чтобы люди знали правду, чтобы они расстались, и он не хочет оставить кого-то, и они не видели. Он может простить вас и освободить вас от грешной, этой несчастной жизни. Он может вас как же освободить от личности, проведения в Адово. Он может даровать жизнь вечную в районе, где нет усталости, где нет болезни, где нет никакой страны. Давайте проверитесь с Богом через Иисуса Квесна. Это серьезно. Вы все умрете 10 из 10 минут. Знаете, что дальше? Дальше вы встретитесь с вашим дворцом, и Он вас будет судить. Знаете, как Он вас будет судить? Он вас будет судить по словам Иисуса Христа, которые Он говорил в Евангелии, в Библии, потому что Иисус Христос – это Сыр Божий. Сейчас 2011 год, с какого момента? С Рождества Иисуса Христа. Главный белок в вашем теле – ламбинин. Вот так выглядит. Бог вам говорит, придите к Иисусу, обвинуйтесь Ему, развернитесь от грехов. Иисус Христос говорит, что вы зовете Меня? Господи, Господи, не делайте того, что Я вам говорю. Иисус в Библии говорит. Он говорит, всякий, говорит, кто слушает Мои слова и не исполняет их, это уподоблю его глупому, безрассудному человеку, который построил дом свой на песке. И когда этот дом плоды налягут, этот дом упадет, и падение его будет великих. Так и вы, если вы живете в грехах, и думаете, что вы христиане, и сложно жить в грехе, так и вы, когда вы умрете. Посмотрите, мы ждем. Пойдем. Это серьезно. И поймите, мы на этом ничего не зарабатываем. Мы просто ходим с Богом, мол, для этого желания на сердце предупредить вас. Просто вас предупредить. Потому что хотя бы кто-то вас должен предупредить. Кто-то должен предупредить, сказать вам. Это реальность. Знаете, какая реальность? Реальность то, что большинство идет в вас, подавляющее. Знаете почему? Потому что вы не послушны Иисусу Христу. Есть часть людей, которые верят в Иисусу, но они не послушны. А послушный Иисус – это число. А Господь, Слово, означает начальник, повелитель, командир, господин. Это не значит просто Господи, Господи. Нет, Господь значит повелитель. Знаете, кто наш повелитель должен быть? Иисус Христос. Он умер за вас, чтобы мочь вас простить. Он может вас простить. Если вы отвернетесь от грехов, если вы придете к нему и скажете «Нет, ВВП…» Послушайте, если вы придете к Иисусу, пригласите Его к своему сердцу, он вам поможет отвернуться от грехов. Если вы будете молиться каждый день, пойдете в тесные отношения с Ним, будете читать Его слова в Библии, в Евангелии, соблюдать их. Библия продается в любом книжном магазине. Купите все русский синодальный перевод. Это самый классический перевод Библии в России. И читайте его, делайте, что там Иисус сказал. У меня двое друзей убирало, чуть в ад не попало. Треническая смерть. Один три года назад, другая двенадцать лет назад, вот один из них стоит тут, понимаете? Спросите у него, не верите. Что-то там переборщил немного. Он умирал, понимаете? Он шел в ад. Он шел в ад. Он был христианином. Он был верующим. Он носил крестик. Он копил церковь. Понимаете? Он шел в ад. Знаете почему? Потому что грешил. Потому что Иисус Христос сказал, если не покаетесь, все так же погибнете. Иисус Христос его вернул в тело. И Иисус вернул в тело, чтобы он исправился и вас предупредил. И вот на выходе вас предупреждает. Но посмотрите, большинство из вас вы как зомби. Как Иисус говорил, они глаза и не видят, уши и не слышат, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Почему? Потому что вы не хотите жить легко. Вы хотите не задумываться, вы хотите просказнуть по своей жизни и даже не смотрите на дворца, который дает вам эту жизнь. Вы даже не смотрите на дворца, вы вклюете ему в лицо, и вы заняты своей суетой. И даже не остановитесь и не подумайте, а для чего я тут живу? А какие, собственно говоря, правила? А для чего я тут живу? А кто меня создал? Понимаете, я говорю, есть Бог, и есть Иисус Христос, который будет вас судить. И Он имеет право вас судить. Я вам говорю, что вы творите достойные плоды покаяния. Я слышал от официального источника религиозного, что в России 80% людей крещённые. Но вы посмотрите, как вы живёте, как дьявол. Как дьявол. Крещённые. Если вы крещённые, что вы крещённые, это мешание Богу доброй совести. Я уже не говорю, что креститься надо при полном погружении в воду. Но самое главное, вы должны покаяться, вы должны стать послушными Иисусу, вы должны отвернуться от греха. Вот что значит покаяться. Потому что Иисус сказал, если не покаетесь, всё так же погиб. В воду. Понимаете? Большинство из вас туда идёт. Всё легкомысленно. И вы думаете, ой, я тряплодок. Я сейчас молодой, вот стану старым, вот задумаюсь о Боге. А вы знаете, что большинство из вас, у вас есть хороший шанс, перестанься умереть молодым, а потом спать в своих грехах. Бог говорит, что если не будешь бодрствовать, найду на тебя как тать, как борт. И не будешь знать часа, который найду на тебя. Умрёте в ваших грехах. Если вы легкомысленные, умрёте в ваших грехах. Не в меня. Легкомысленные – это грех, люди. Стран Господень – начало мудрости, а легкомысленные – это грех. И подумайте, что вы делаете с даром, который Бог вам дал. Вам Бог дал дар. Это ваша жизнь. Что вы с этим делаете? Благодарите ли вы Бога вашей жизни каждый день тем, что вы послушны Иисусу? Или вы грешите и плюёте на Бога в своей жизни? Задумайтесь о своей жизни, люди. Это серьёзно. Это серьёзно. Кого умрёте, у вас уже не будет никаких шансов. У вас не будет шансов исправиться. Надлежит человеку однажды, умереть, а потом суд. Понимаете? Вы умрёте, вы пристанете перед дворцом. И поймите такую вещь, что я не лучше вас, я был тот же, как вы, я был великим грешником. Я грешил, я скажу, что вы думаете примерно. Я знаю, это всё проходило. И это казалось глупостью. Но, вы знаете, что апостол Павел писал, «Доставлённый Святым Духом», что слово о Христе для понимающих юродства, для понимающих то, что я вам сейчас проповедую, юродство, глупость, а для нас спасаемых сила тоже. Даже через Иисуса Христа не только можно вырваться из греха. Я вам говорю, если вы не вырветесь из греха, то вы попадёте в ад. Иисус Христос освободил меня от рабства греха. Иисус говорил, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в глуби вечный, сын пребывает в вечный. И так, если сын освободит вас, истинно свободны будете. Я надеюсь, этот снимок, когда вы на него посмотрите, он вас обречит, он напомнит нам об этом, что вы покаясь. Я знаю, люди, большинство из вас это кажется глупостью. Я был таким, я жил на пути вас, я был, как вы. Мне Бог кладёт на сердце желание выйти вас предупредить. Вы хотя бы достойны того, чтобы вас предупредили. Чтобы вы не умерли, не предстали перед Богом, он не отправил нас в ад. Вы будете ему говорить, меня никто не предупреждал, мне никто не рассказал. Вот я вам сейчас говорю, я вам сейчас говорю, что есть Бог, Он реально есть. Если вы будете сказать, что у всех в сердце вы его найдёте. Есть Его Сын Иисус Христос, который будет судить всех. Меня, вас, всех. Дайте, уходу судить вас моего слова внимательно. Иисус Христос говорил, в Библии написано, отвергающий Меня, и не принимающий слов, имея в суде у Себе, слово, которое Я говорил, оно будет судить Его в последний день. Поэтому ваша задача стать послушными, кому сейчас, пока вы живы. Отвернуться от Его, исповедуйте Богу, и отвернуться от Него с Него помощи. Начать молиться, начать быть серьёзным, прекратить левкомысленно относиться к своей жизни. Иисус Христос, Богу прекратить, потому что левкомыслые глупцов погубят их. Понимаете? Левкомыслые, не бешт погубят. В Библии вам говорит страна, и помните начало и мудрецы. Почему так? Потому что Бог решает, когда вы умрёте. Бог решает, когда вы пойдёте, падали в рай. Бог и Бог. Иисус Христос говорил, не бойтесь, Бог жива, не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь, более того, и вашу душу, и ваше тело. Иисус Христос, это Бог всемогущий. Он решает, куда вы пойдёте. Готовы ли вы, готовы ли вы встретиться с Иисусом? И как вы умрёте, вы встретитесь с Иисусом. Иисус Христос сказал, что за всякое праздное слово, которое скажут люди, а не дадут ответ, едь сюда. Понимаете? Библия говорит, что без святости никто не увидит Господа. А посмотрите, какие апреты, что по телевизору показывают? Там богофульство, прелюбодеяние. Нас просто сатана кормят сухом греха, сухом греха через этот телевизор. Чтобы вы не пришли к Иисусу, чтобы вы входили к грехе грязной в свое время. Чтобы у вас никаких отношений со Христом не было. Потому что, полиция такой вещь у Иисуса Христа нет никаких отношений ни с одним произвольным грешником. Он может прийти к краю векса грешника, к грешнику, который в ужасе от себя и хочет спастись со своего греха. Который призывает Иисуса Христа и говорит, Господи, помоги, вытащи меня. Я не могу, я вам напаю. Вот к такому он придет. А если вы решите и ни на что вы не ставите, нет, он такая, не боитесь Бога, не боитесь Бога, не ищете Бога, не любите Бога. Иисус Христос сказал, если любите меня, соблюдайте мои заповеди. Если вы любите Бога, вы соблюдаете его заповеди. В этом и есть любой Бог. В этом и есть любой Бог, чтобы вы поступали по заповеди на Существа Христа в Евангелии. Любовь Божия и говорит, О Господи, я тебя люблю. Любовь Божия это делать, что Он повелел вам. Иисус Христос сказал. Проснитесь, люди, я не хочу, вы очень похожи. Вот в Библии есть притча в Евангелии. Там есть притча про людей, которые не захотели Царство Божие, которые пошли на свою школу, на свою торговлю, свои грехи, свое домослужение. Понимаете? И Бог истребил этот город. Истребил, чем пренебрегли. И так и вы. Смотрите, я здесь стою, я вас не зову по себе, я вам ничего не продаю. Я вам говорю о Царстве Божьем, что вы сами у себя Бога. Ваши правильные отношения с Иисусом не попали в нас. А вы просто как будто вас истепили. Вы думаете, как идете? Знаете, кто вас истепил? Сатана. Через грехи. Потому что Иисус говорил, что эти люди, у них есть глаза и не видят и не слушают и не слышат и не обратятся, чтобы я истепил. Понимаете? Я могу даже вам предложить помолиться за вас, если у вас есть какие-то болезни, что Бог вас исцелил. Он может это сделать, и долг решать, и вычтекать. Смотрите, что вы, вы идете все, как на широкой дороге. Понимаете? Иисус Христос сказал, что именем Его будут изгонять бесов, именем Его могут исцелять людей. Я верю, что Бог это делает и сегодняшний. Да вы не хотите, вы хотите продолжать грехи. А главное, от чего вас исцелить нужно, это от ваших грехов. Вам нужно войти и уничтожить с Иисусом, и исцелить сам греха. Потому что это болезнь вашей души, которая ведет вас. Понимаете, не так плохо тело болит, потому что тело, оно умрет, а вот душа будет жить вечно, а вот предъявно нас предупреждали, запахались, а все иди назад. Если кто хочет прозвить у меня на бесплатной листовке, здесь памятка того, что я вам говорил. Я вижу, что никому не интересно, понимаете, как обычно. Вы слишком гордые, вам важнее вот всю минуту удовольствия получить, решить, продолжить. Слава Богу, что хоть кто-то из вас, хоть кто-то из вас слышит, чувствует что-то. Большинство из вас немело, а немело. Вы же не погибли, нас не убежали. Привите к тому, читайте Библию, молитесь, ищите Иисуса Христа, делайте, что Он сказал. Евангелие, Господь Иисус покаянся, и стань подсушь, он ему пока неплохо. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ